МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на 9-м канале в студии Анастеменова. Здравствуйте! Как за счет средств бюджета благоустроить двор, установить освещение или отремонтировать тротуар? Староскольцам рассказали представители регионального министерства ЖКХ. Губернаторская программа «Инициативное бюджетирование. Решаем вместе» в этом году стала еще масштабней. На реализацию идеи жителей в областной казне предусмотрено 2,5 миллиарда рублей. С подробностями Лариса Ульяненко. Инициативное бюджетирование – проект для нас новый. На Белгородчине его запустили год назад. Староскольцы быстро поняли, какие блага он несет, и все активнее пользуются им для преображения пространств. Из старой площадки сделать новую, обустроить спортивную зону, установить освещение, отремонтировать пешеходную дорожку. Идей у людей много. Однако денег на все в казне округа не хватает. А в региональном бюджете на народные инициативы средства есть. Как сделать мечты реальностью, оскольчанам рассказали на встрече с представителем министерства ЖКХ Белгородской области. 1 мая на территории Белгородской области стартовал прием заявок для участия в губернаторском проекте «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования. И сегодня информация была донесена до жителей Староскольского городского округа, как правильно подать заявку, какие документы необходимо собирать, как проходит конкурсная комиссия, как проекты представляются в уполномоченный орган для дальнейшего рассмотрения их на межведомственной комиссии при губернаторе. Многих пугает, что в заявке нужно указывать приблизительную стоимость проекта. Однако не стоит бояться, считает Елена Ведищева. Никто не требует рассчитать до копейки. Если идею одобрят, это потом задача специалистов. Чтобы понять, в какую сумму может вылиться задумка, на сайте «Решаем вместе 31» хотят публиковать перечень проектов победителей с указанием их стоимости. Для наглядности. Жители могут зайти, как вы говорите, и посмотреть, что данная спортивная площадка стоит, оказывается, не 500 тысяч рублей, а стоит она 5,5 миллионов рублей. И как раз на сайте можно будет просмотреть динамику цен по типологии именно проектов, сколько будет стоить кто-то или иной проект. В нашем регионе, пояснила Елена Ведищева, самая упрощенная система подачи заявок. На 2021 год их зарегистрировано 342, на 2022 уже 1346. Из них путевку в жизнь получили 770. Ожидается, в этот раз инициативных проектов будет не меньше. До финиша дойдут лишь самые жизнеспособные. Каждому проекту нужно не менее 10 подписей жителей. Но чем их больше, чем выше социальная значимость и актуальность предлагаемой идеи, тем вероятнее, что она пройдет конкурсный отбор. Подписи собирают лично, но в планах перенести это и в интернет. Сегодня был задан вопрос у нас на мероприятии по поводу сайта. Ну, не сайта даже, а на уровне муниципалитета. Сделать именно опрос, как в социальных сетях это можно. Этот вопрос проработаем с Министерством цифрового развития, чтобы можно было действительно в дальнейшем. То есть это будет удобнее для... У нас сейчас все мобильные, у нас все могут зайти в соцсети. И это будет как по формированию комфортной городской среды, где мы голосуем за какие-то общественные пространства. Будем внедрять эту систему именно в инициативное бюджетирование. Заявки в администрацию принимают до 15 августа. Для воплощения народных идей в следующем году предусмотрено 2,5 миллиарда рублей. Лариса Ульянинка, Алексей Грачев, Илья Самсонов, 9 канал. Радуга, космос, лесная поляна. Этим летом в муниципальных загородных лагерях отдохнут 1600 школьников. Первая смена для пионеров. Да, вы не ослышались о лагере «Космос». В этом году вернули атмосферу советского детства. С красными галстуками и побудкой под звуки пионерского горна. На часах 9.30 утра на площади у Центра молодежных инициатив собираются дети в сопровождении родителей. Одни допоздна собирали чемоданы и теперь зевают. У других адреналин бьет через край. Ведь первое отправление в лагерь словно первая линейка в школе. Первый раз в лагерь. Очень волнуемся. Нам 8 лет. Надеемся, что все получится. Подружимся с друзьями. Найдем друзей и скучать не будем. Волнуешься? Да. Какая у тебя цель поехать в лагерь? Отдохнуть от родителей или друзей найти? Отдохнуть от родителей. Тоже устал? Да. 12-летний Паша Дорогов в лагерь едет в третий раз. Уже отдыхал в лагере Лесной поляне. В этом году вместе с 8-летней сестрой Дашей отправляется в космос. Отдыхать там. Дискотеки есть, мероприятия. А ты чего ожидаешь от лагеря? Что там будет? Как думаешь? Я не знаю. Будет, наверное, детская площадка даже. Там сунь час есть. Не знаю. Придется спать. А я не буду спать. Там разрешают. Можно просто с тихо, с открытыми глазами просто лежать. Книжки читать, да? Можно? Нет. Есть и те ребята, которые в космосе будут отдыхать уже во второй раз. Уж очень хвойный лес понравился. Мне все понравилось. Мне нравится тоже там лес, птички поют. Ну и много чего мне там нравится. Мероприятия всякие нравятся. Можно от компьютеров отдыхать, на улицу гулять. Можно бесконечно. Хорошо. А не лучше разве дома посидеть-то или к бабушке съездить? Почему? Потому что вокруг бабушки нет леса. В этом году в лагере «Космос» возрождение советского периода. К столетию самого массового в СССР детского движения ребят познакомят с основами пионерии. Уроки истории, выставка Краеведческого музея, тематические плакаты, статуи пионеров, сохранившиеся с советских времён. Девиз «Будь готов, всегда готов» и главный атрибут – красные галстуки. Их будут носить все отдыхающие. Помимо этого, каждый день в лагере будет начинаться и оканчиваться пионерским горном. После зарядки у нас будет обязательно торжественный подъём флага Российской Федерации. Вот у нас флагшток. И право поднять флаг будет у того ребёнка, который больше всех отличится во время предыдущего дня пребывания в космосе. И как новшество в этом году у нас будет особенная клятва, которую будет давать каждый космический житель. И плюс для того, чтобы произнести эту клятву, каждый ребёнок будет проходить определённые испытания по территории лагеря. В этом году впервые с начала пандемии загородным лагерям разрешили стопроцентную наполняемость. В космосе это 80 детей. За лето здесь пройдут 4 смены. Три оздоровительные по 3 недели и финальная творческая на 14 дней. Мы будем делать упор на то, что мы возвращаемся в пионерский лагерь. А в пионерском лагере, не знаю, как вы, я отдыхала, там родители могли приезжать один раз за всю смену. Это родительский день. Но так как мы проводим прямые эфиры во время всех мероприятий, поэтому я думаю, что мы дадим родителям отдохнуть, дадим возможность родителям отдохнуть от своих детей, а детям насладиться полноценным отдыхом. Всего этим летом в Староскольских загородных лагерях отдохнут, оздоровятся, найдут новых друзей и получат яркие эмоции 1600 девчонок и мальчишек. Мария Шелепова, Евгений Левошко, Евгений Сазонов, 9 канал. Старосколец на электросамокате врезался в припаркованный автомобиль. Чипы произошло в микрорайоне Жуково за домом номер 43. Мужчина головой пробил лобовое стекло, стоящее во дворе Volkswagen Tiguan. Удар был такой силы, что пострадавшего отбросило назад спиной на самокат. По словам очевидцев, столкновение произошло из-за того, что водитель самоката отвлекся на телефон. Лежал на полу, кровью стекало, вызвали сразу скорую, все паниковать начали. Вы вызвали? Да. Он, скорее всего, ехал в телефоне, смотрел, потому что телефон отвлезел. Он разбил лобовое стекло, у него лицо воскол, кровь и вот это. Там очки лежали на полу. Медики среагировали оперативно. Быстро приехали на место происшествия и сотрудники полиции ГИБДД вызвал владелец Volkswagen. К машине он вышел, услышав сигнализацию. Спустившись, обнаружил разбитое лобовое стекло. По неподтвержденной информации, 39-летний хозяин самоката купил его недавно в кредит. Напомним, электросамокаты способны разгоняться от 30 до 50 км в час. Если мощность двигателя менее 250 ватт, ездить можно без прав, но только по тротуару, велосипедной дорожке или правой стороне обочины. Самокаты мощностью более 250 ватт приравниваются к мопедам. В этом случае придется получить права категории М. При наличии водительского удостоверения любой другой категории получать новые не нужно. В помощь пенсионерам. В Волоконовке местный совет ветеранов обзавелся новым автомобилем. На попечение организации более 10 тысяч человек. Современный надежный транспорт – необходимость. Помог с его приобретением фонд поколения Андрея Скоча. Старый автомобиль отслужил Волоконовскому совету ветеранов в 12 лет. Водитель Сергей Корякин признается, в свое время пятерка уже отработала. На смену новая удобная машина. Уже опробовал в деле. Ну, покомфортнее, тише, и легкое управление. Нормальная машина. Кондиционер. Ну, как по ветеранам, то подарки, то просят кого-то в больницу свозить. Ну, таких людей. Там же я не только совет ветеранов, но и союз пенсионеров. Работы действительно хватает. От совета зависит многое. Начиная с организации различных экскурсий, заканчивая адресной помощью на дому. При помощи этой машины мы будем работать с пожилыми гражданами нашего района. У нас их более 10 тысяч человек. Все они живут в удаленных населенных пунктах. Это все-таки в первую очередь дань уважения нашему старшему поколению, людям, которые прошли в этот достойный путь в годы Великой Отечественной войны, в годы восстановления разрушенного хозяйства, восстановления народного хозяйства. И затем вот этот патриотический труд, который был, наверное, непростой для этого поколения. Также от фонда поколения Андрея Скотча администрация Волоконовского района получила сертификат на ремонт одного из памятников воинской славы. Объекта регионального культурного значения – селе Скалища. Веселье в стиле «Микс» подарил детям одноименный торговый центр в микрорайоне Жуково. Сладкая вата, шоу мыльных пузырей, аквагрим, ростовые куклы, музыка. Сюрпризов было немало. Подробнее в нашем репортаже. Перед торговым центром «Микс» не протолкнуться. Мальчишки и девчонки норовят поздороваться с любимчиком Хаги-Ваги, обнять его и вместе станцевать под модный трек. Этот праздник – подарок торгового центра «Микс». В честь Дня защиты детей наш центр «Микс» сделал праздник для маленьких жителей нашего города. Мы не ожидали, что будет так много людей, но мы очень рады видеть каждого в нашем центре. Мы будем чаще устраивать разного рода праздники. Сегодня у нас в программе Хаги-Ваги, зажигательная музыка, аквагрим, шоу мыльных пузырей. Все очень интересно. Наш центр «Микс» всех детей поздравляет с наступившими каникулами, желает безудержного веселья, легкого детства, чтобы каждый день был как праздник. Многолюдно и у столика, где краски и кисти превращают детские лица в котиков и собачек. Маленький Кирюша пока не понимает, что происходит, но малышу весело. Он не плачет, ему, наверное, интересно. Вообще мне нравятся праздники, когда проводят для деток. Почаще бы таких праздников. Я привела сюда сына своего ВКонтакте, нашла объявление, пост высветился. Решили сходить, потому что герой Хаги-Ваги очень сейчас наилюбимейший герой всех деток. Мой ребенок очень его любит. Конечно, они не разочарованы, очень хорошо придумали все. Организаторы большие, молодцы. Детки зажигают прям очень хорошо. Зажигают и те, кто постарше, и кто не так давно научился ходить. На праздники в стиле «Микс» весело всем. Нравится праздник? Хаги-Ваги! Кто вам больше всего понравился? Ваги-Ваги! Вам нравится? Да! Танцевать с Хаги-Ваги – здорово. Ловить мыльные пузыри – весело. Есть сладкую вату – вкусно. Отличный «Микс» от торгового центра «Микс» – именно то, что любят дети. Эпоха бездомного потребления прощается с нами в пандемию. Когда доходы сокращаются, на первое место выходит практичность, удобство и цена вещей. Сейчас такой подход еще актуальнее. Люди ищут товары по приемлемым ценам. Именно такие на выставке продажи в Аркадии. Здесь можно купить одежду для всей семьи, а также постельное белье из натуральных тканей. Постельное белье, полотенца, халаты, пижамы, ночные сорочки, платья, туники, дачные костюмы, белье, носки – товара много. Знаменитые ивановские ситцы, белорусский трикотаж, узбекский хлопок – таким производителям можно доверять. Узбекистан сейчас является лидером по производству трикотажных изделий. Они отличаются чем? Что после стирки не дают усадку и не линяют. Сами с удовольствием носим свои вещи. Ну и довольны ими. Кстати, на мне футболка производства Узбекистан. У нас всегда в ассортименте 4-5 тысяч единиц товара. То есть приходите, тут есть одежда для всех абсолютно, для всех возрастов. Цены мы не поднимали, поэтому люди довольны. Футболки мы представляем детские, женские, мужские – от 150 рублей. На некоторые предметы гардероба стоимость символическая – 100 рублей. Юбка, пиджак и водолазка для подростка обойдутся всего в 300 рублей. На выставке вообще много одежды на детей от годика до 12 лет. Футболочки, толстовки, маечки. Не остались без внимания и мужчины. Брюки, шорты, рубашки до 64-го размера. Но основной акцент, конечно, на женщин. Ведь главные покупатели и ценители качественных вещей – они. Мы вот хотим приобрести рубашечку для мужа и вот платушка для себя. Цены 100 рублей, белорусские сказали качество. И рубашечка 200 рублей. Цены ништяк. В наших магазинах такое не встретишь. Покупка очень довольна. Буду рекомендовать друзьям и знакомым. Спасибо большое. Я пенсионерка, я ищу, чтобы подешевле было. Ну, мне кажется, для пенсионеров нормально. Мне кажется, качество неплохое, фабричное. Я вот на рынке купила недавно. Раз постирала, у меня прям разлезло. Все, знаете, а второй раз уже одевать нельзя. Немки фабрика, а на рынке покупаешь, что, знаете, можно и на самоделку нарваться. Выставка в Аркаде работает до 3 июня включительно. Покупатели ждут с 10 утра до 7 вечера. На этом наша программа завершена. С прогнозом погоды вас познакомит Лариса Ульяненко. А я, Анна Семенова, прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи на 9 канале. В студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте. Знаете ли вы, что, слушая стрекот сверчков, можно определить температуру? И это не народная примета, а математическая формула, известная как закон Долбера. Если нет под рукой термометра, а есть сверчок, подсчитываем количество его стрекотаний за 8 секунд и прибавляем к получившемуся значению 5. Неизвестно, слушают ли этих насекомых синоптики перед тем, как дать прогноз. Но на завтра в Старомосколе и Губкине обещают 26 градусов выше нуля. При этом солнце время от времени будет уступать место дождю. Ветер переменчивый. От юго-западного до северо-западного 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. УФ-индекс в среднем диапазоне. Магнитное поле спокойное. Световой день длится 16 часов 20 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова